Весь мир шокирован открытием астрономов. Просматривая данные с космического телескопа Кеплер, они обнаружили в созвездии Лебедя гигантский объект. Нечто, не относящееся ни к звездам, ни к планетам. Объект в 20 раз крупнее Юпитера прошел на фоне звезды KIC 846-2852. Сам факт существования тела таких размеров противоречит всему, что мы знали о космосе. И объяснение только одно. Эта громадина — искусственный объект. Она была кем-то создана. Причем несколько миллионов лет назад. И это не единственный факт, доказывающий, что во Вселенной, помимо человечества, есть другие высокоразвитые цивилизации. Главной задачей телескопа Кеплер был поиск планет, похожих на Землю. Увидеть планету на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли невозможно. Поэтому ученые придумали метод транзитов. Наблюдая за звездой, они фиксировали моменты снижения ее яркости. Обычно проходившие на фоне звезды планеты делали ее свет тусклее на полпроцента. Максимум — на процент. Поэтому, увидев на два порядка более сильное затемнение возле одной из звезд созвездия Лебедя, ученые поначалу просто не поверили своим глазам. Очень просто, если вы помните школьную геометрию. Какого размера должно быть тело, чтобы закрыло 22% звезды? Оно должно быть размером с ползвезды. Но планеты размером с ползвезды в мире не бывает. Что же это такое? Подробности оказались еще интереснее. Детально изучив показания орбитального телескопа, ученые обнаружили, что мимо звезды прошло сразу два гигантских объекта. Причем абсолютно разно. Первый имеет правильные формы и напоминает гигантскую космическую электростанцию на солнечных батареях. По мнению известного физика Фримена Дайсона, такая конструкция неизбежно должна появиться у любой высокоразвитой цивилизации вследствие энергетического кризиса. Человечество все время требует все больше и больше электроэнергии. Каждые пять лет производство электроэнергии на Земле удваивается. И нельзя же доводить до бесконечности, правильно? Скоро будет исчерпан весь набор средств, которыми эту электроэнергию можно получить. Поэтому была предложена такая идея. Они решили, давайте попробуем, преобразуем в сферу какую-то планету. Раздробим ее на мелкие части и сделаем оболочку вокруг Солнца, которая будет перехватывать всю солнечную энергию. Эта идея впервые была предложена Дайсоном. И она называется сферой Дайсона. Второй объект не меньше первого по размеру, однако очень сильно поврежден. Но самое главное, оба они находятся на разных орбитах. Их скорость движения вокруг звезды нарушает известные законы Кеплера, которые описывают порядок движения всех уже открытых планет. Это лишний раз доказывает, что телескоп обнаружил рукотворные гигантские космические электростанции. Если рассматривать объект с точки зрения физики, то нужно в этом много копаться, находить объяснение. Опубликовано уже, по-моему, около двухсот работ, но подавляющее большинство говорит, что это была цивилизация. И она погибла давным-давно. И после нее остались какие-то разрушенные гигантские сооружения. Мы пока не представляем, какой должна быть цивилизация, чтобы сделать объекты в 20 раз больше Юпитера. Но можно предположить, что эти боги из далекой Вселенной могли создавать планеты и расставлять их на нужные места вокруг звезд. И, возможно, так появилась наша Солнечная система. Она ведь очень напоминает искусственный оборудок. Создание планетарных систем, общепризнанных в космосе. И в последнее время это подтверждается исследованиями и изучением экзопланетных образований, что самые тяжелые планеты находятся ближе к звезде, самые легкие – дальше от звезды. На Солнечной системе все наоборот, что лишний раз говорит о возможном и искусственном происхождении. Еще одна уникальная особенность Солнечной системы – в идеально ровных круговых орбитах планет. Поэтому Земля в течение всего года получает от звезды одинаковое количество тепла. Во всех остальных известных на сегодня звездных системах планеты движутся по вытянутым орбитам, то удаляясь, то приближаясь к своей звезде. Загадкой для ученых до сих пор остается и Луна. Такого аномально крупного спутника нет ни у одной из известных астрономам планет. Исключениями из правил являются и четкая круговая орбита, и удивительная синхронность вращения. Луна всегда повернута к Земле одной и той же стороной. Вопрос, что находится на обратной стороне Луны, волновал людей с глубокой древности. Первый ответ на него был получен в 1959 году. Поселок Школьный недалеко от Симферополя. С 1957 года здесь находился самый секретный в СССР военно-космический узел связи. Огромная воинская часть была скрыта от дорог высоким холмом. На то время часть была настолько засекречена, что даже запрещалось останавливаться на трассе, которая там была. Ну то есть автомобилям нельзя было останавливаться. Как только автомобиль останавливался, тут же выезжал патруль. И эту машину убирали оттуда. Это эксклюзивные кадры. Только у наших зрителей есть уникальная возможность увидеть территорию этого сверхсекретного объекта. Станции космической связи именовались по названиям цветов. Вот здесь находился лютик. Неподалеку от него — подснежник. В разных концах полигона располагались две ромашки. Посередине антенны в небо направляла резида. Всего полтора десятка комплексов космической связи. Отсюда управляли пилотируемой станцией «Салют» и получали разведывательную информацию со спутников-шпионов серии «Космос». А в этом огромном четырехэтажном здании располагался центральный узел связи и конструкторское бюро. Там каждый выполнял свою работу. Один обрабатывал информацию, другой выдавал команды, третий еще что-то там готовил. Поэтому порой даже не знали, что на соседней станции творится и что там вообще делают. Но каждый офицер, каждый солдат имел право допуск только в какую-то одну зону. Если, допустим, кто-то работал в трех-четырех зонах, то в следующие его просто не пропускали. И поэтому сотрудники вот этих вот заведений разных порой даже не знали, кто есть и что. Когда эта станция оказалась на территории Незалежной, то ценную аппаратуру и антенны вывезли на материковую часть. Провода стали на металлолом. А все остальное разрушили. Из кирпича центра управления спутниковой группировкой построили несколько коттеджных поселков. Уцелела только антенна станции дальней космической связи ТНА-400. Она управляла советскими космическими аппаратами, которые исследовали Марс и Венеру. Именно здесь была получена первая фотография обратной стороны Луны. 7 октября 1959 года на станции «Необычайное напряжение». Управляемый космический аппарат с кодовым названием Е-2 разработки ОКБ Королева будет производить съемку обратной стороны Луны. Но в момент, когда сеанс связи должен был начаться, произошла очень странная авария. Один из солдат, он не растерялся, он быстренько выдернул кабель горящий, вот тот самый, и буквально за несколько минут до начала сеанса связи, и тем самым спас аппаратуру, просто у него обгорели руки, и, конечно, была потеря здоровья кратковременная, а в это время запасной резерв включили, и вот произошла такая съемка. Шоком для ученых стало то, что поверхности видимой и обратной сторон Луны разные. На обратной фотографии не было огромных лунных морей, сплошной темный материк. Появившиеся через несколько лет фотографии высокого разрешения шокировали еще больше. То есть, да, вполне возможно, что на обратной стороне Луни существует какой-то космопорт, который, естественно, потому что, ну, если на этой, на видимой стороне Луни, они прилуняются и делают какие-то вещи, то почему бы им не делать и на обратной стороне, в том числе и там строить заводы. Вполне возможно, что Луна когда-то была обитаема. И, может быть, цивилизация зародилась совсем не на Земле, а на Луне. Такой, так сказать, факт нельзя тоже не принимать во внимание. Тем более, что лунные и земные породы, они схожи. На Луне присутствует земная вода. Она аналогична по формуле земной воде. Некоторые исследователи убеждены, именно эти фотографии стали поводом для лунной гонки, которая вскоре началась между Советским Союзом и США. Войти в контакт с инопланетянами, получить их технологии, создать на Луне военные базы и контролировать из космоса сразу половину всего земного шара. Вот к чему стремились лидеры сверхдержав. Конструкторскому бюро Королёва была поставлена государственная задача. В кратчайшие сроки разработать машину, способную высадиться на Луну и проводить там автономную работу в течение нескольких месяцев. Здесь же, в Школьном, был построен первый и единственный в мире полигон для испытания советских луноходов. На этом самом месте ученые воссоздали фрагмент лунной поверхности. На полигоне, где испытывался луноход, была специально организована некая горка, куда эта машина должна была забираться самостоятельно, а также специальный как бы трещин, разломчик, через который наш луноход должен был переезжать. Ну, напомню, что все его колеса были, так сказать, самостоятельно. У каждого был свой двигатель, восемь колес. Вы видите уникальные кадры кинохроники. Предназначались они только для служебного пользования. Финальное испытание лунохода. Машина должна взобраться на холм, пуститься в кратер, провести анализ грунта. При этом с неё ведётся постоянная видеотрансляция. В общем-то, с некоторой задержкой до луны сигнал идёт, хотя и маленький, но всё равно с некоторой задержкой научиться управлять луноходом, если бы ему на пути встретилась какая-то расщелинка, трещинка, горка, камень и так далее. Все эти работы проводились, существовали на этом полигоне ангары, для техники, штаб управления и так далее, и так далее. Работа была очень большая. На тот момент лунная гонка между СССР и США была в самом разгаре. Американцы уже совершили облёт Луны и готовились к высадке человека. Советский луноход должен был прилететь на Луну на несколько часов раньше американского Аполлона-11. И вновь загадочная катастрофа. По официальной версии, аппарат Луна-15 разбился при посадке. Но есть и другая. На заседании Госкомиссии в докладе о результатах полёта станции Луна-15, главный конструктор Бабакин сообщил, что станция вышла на окололунную орбиту, но вместо мягкой посадки сорвалась с орбиты и шлёпнулась на Луну. Хотя за несколько минут до аварии все системы Луны-15 работали в штатном режиме. И ещё один интересный факт. Перед полётами автоматических станций к Луне астрономы стали наблюдать так называемые кратковременные лунные явления. Вспышки, свечения и перемещающиеся с огромной скоростью объекты. Ну, дело в том, что на Луне постоянно происходит появление каких-то неопознанных объектов, и многие уфологи фиксируют там и соответствующие космодромы, и соответствующие лунные города. Я лично, например, 16 октября 1989 года, будучи на службе, наблюдал в оптическое устройство такой объект, который завис над северо-западной частью Луны, от него отделилась порядка десятка объектов другого цвета, и они осуществляли прелунение. Объект зависал над Луной где-то 15 минут, и после чего удалился. Космическая станция «Луна-17» совершила посадку уже совсем в другом районе Луны — в море дождей. С ее борта благополучно сошел легендарный «Луноход-1». Он проработал 11 месяцев, собрал массу информации о Луне, но инопланетян там не обнаружил. А вот второй советский луноход напрямую столкнулся с деятельностью внеземной цивилизации. В восточной части кратера Ле-Мунье, недалеко от того места, где должна была сесть Луна-15, он передал на Землю изображение огромного ровного рва, который выглядел как след работы гигантского экскаватора. Каньон длиной в 16 километров, шириной в 100 и глубиной от 40 до 80 метров. Вероятно, именно здесь находилось то, что ни при каких обстоятельствах не должна была увидеть Луна-15. Для «Лунохода-2» эта съемка также стала роковой. Кадры борта борозды каньона стали последней информацией, которую удалось передать. Отработав всего 4 месяца, он перестал выходить на связь. В это сложно поверить, но среди людей есть свидетели, которые утверждают, они своими глазами видели лунные базы инопланетян. Один крымчанин в 1976 году заявил, что был на базе на Луне, что его забрали. Он рассказывал историю тут так. Он был водителем, ехал, остановился переночевать на обочине. Тут подходят трое непонятных мужиков. Говорят, слушай, мужик, помоги, у нас там машина застряла. Ну, недалеко. Он пошел с ними, а вместо машины увидел аппарат в виде бочки. И он прошел внутрь. Потом говорит, что такое, а где я вообще? Они отвечают, а мы к Луне подлетаем уже тем временем. Вон, посмотри. Открыли ему экран. Он видит там кратеры, лунная поверхность. Они сели туда вот на Луну, на ту базу. База подземная. Там огромные залы он видел. Агрегаты в этих залах стоят, что-то делают. Машины, технологии, всякие очень сложные специальные аппараты. Огромные помещения, центр как будто мониторинга. Интересно, что в 1969 году эта гипотеза получила и вполне научное подтверждение. Астронавты Аполлона-12 измерили магнитные поля Луны и обнаружили места явной концентрации металла под поверхностью. Вскоре это предположение о полой Луне подтвердилось. Когда существовал эксперимент, который должен показать сейсмологию Луны, был сброшен шар металлический, а по верхней струны были установлены эти самые сейсмические датчики. И, соответственно, эти сейсмические датчики дали очень непонятную реакцию. То есть они установили какой-то гул, по которому можно судить, что Луна имеет какую-то полую... Непонятно, правда, насколько эта полая поверхность там подвержена, ну, сколько это, 10, 20, 30, 40 километров и так далее. Но Луна имеет какие-то полости, которые не заполнены ничем. Из этого стали возникать гипотезы о том, что Луна – это вообще объект искусственного происхождения, что это какой-то спутник-андроид, который был прилеплен к нашей планете для создания здесь комфортных условий для жизни гуманоидов. А вот уже совсем свежие, шокирующие фотографии высокого разрешения. Они сделаны американским зондом Клементина на обратной стороне Луны. Кратеры четкой треугольной и прямоугольной формы. Явно видно, что это не следы от ударов. К тому же не видно никаких метеоритных выбросов. А на этой фотографии 20-километровый ровный кратер, заканчивающийся тоннелем. Несмотря на то, что все эти факты кажутся невероятными, можно сделать вывод, что Земля и вся наша цивилизация находятся под постоянным контролем. И не только с Луны. Огромные искусственные планеты, которые шокировали весь научный мир, были обнаружены телескопом Кеплер на расстоянии в полторы тысячи световых лет от Земли. С точки зрения общепринятой физики, скорость света — это предел, выше которого перемещение в пространстве невозможно. Даже если человечеству когда-нибудь удастся сделать такой космический корабль, на его борту должно смениться 20 поколений астронавтов. Тем не менее, выход есть. Эйнштейн говорил об искривлениях пространства-времени. Современная наука подтвердила эту теорию, обнаружив в космосе так называемые кротовые норы. В последнее время очень часто применяется термин кротовые норы, белые-черные дыры и так далее. Но если так в двух словах сказать, кротовые норы — это некие воронки, которые позволяют проводить энергию в некие другие миры, скажем так, параллельные с нами, или в некоторые Вселенные, или из одной области нашей Вселенной, другую область нашей Вселенной. Один из самых знаменитых физиков современности, Стивен Хокинг, предполагает, что именно кротовые норы могли бы решить проблему предельной скорости в космосе. Нагляднее всего кротовую нору можно показать с помощью согнутого пополам листа бумаги. На то, чтобы добраться из одного конца в другой, можно потратить тысячи световых лет. Тоннель между двумя сложенными концами позволит сделать это практически мгновенно. Эти тоннели обладают еще одним неприятным свойством. В одном месте у них только вход, то есть туда можно только войти, в другом месте у них только выход, то есть оттуда можно только выйти. Это действительно очень неприятная особенность, ну, как у улицы с односторонним движением. Каждый такой тоннель – это вот улица такая. Если мы хотим между двумя областями создать двустороннее движение, тогда нам надо создавать две такие вот конструкции, две кротовые норы, направленные в разные стороны. Места входа в кротовые норы хорошо известны. Это черные дыры – самые массивные объекты во Вселенной. Их массы измеряются миллионами масс Солнца, а размеры и силы притяжения настолько велики, что дыра может с легкостью поглотить большую звезду. В конце 2015 года НАСА опубликовало видео, основанное на многолетних наблюдениях, за сверхмассивной черной дырой в 290 миллионах световых лет от Земли. Попавшая в поле притяжения звезда была разорвана на мелкие части и почти полностью исчезла в ее недрах. За несколько дней это видео набрало в интернете более миллиона просмотров. При этом, куда делось вещество звезды, остается неизвестным. Ни одного выхода из черной дыры наука пока не обнаружила. Вопрос очень сложный, теоретически даже сложный, потому что здесь вступают в силу такие параметры, как изменение времени и так далее. Что касается кротовых нор, то теоретически они более-менее разработаны. Экспериментальных, конечно, нет. А наблюдательные есть области, где так можно предполагать, что они есть. Ну, хотя бы взять черные дыры, так называемые, области, куда энергия и материя, материя, так сказать, из нашего мира проваливается безвозвратно. А вот что касается белых дыр, то есть наоборот, когда в нашу Вселенную откуда-то поступает огромное, так сказать, количество энергии, вот таких что-то вот как бы не видно вот их. Тем не менее, Стивен Хокинг убежден, выход из черной дыры существует. Вероятнее всего, поглощенные дырой объекты появляются где-то в параллельной Вселенной. Там они могут вновь стать звездами или планетами. По убеждению знаменитого физика, черные дыры не поглощают и не уничтожают физическую информацию об объектах, а сохраняют ее в виде двухмерной голограммы. В ближайшее время Россия сможет занять лидирующие позиции в мире по изучению черных дыр. Мечта всех ученых, астрофизиков, конечно же, приблизиться к черной дыре, посмотреть, как там все устроено. Но не дай бог, конечно, пересечь так называемую сферу Шваршильда, из-за которой возврата нет никакой, так сказать, физической сущности вплоть до фотонов. Это безвозвратный уход в некую воронку, при которой нарушается из-за гравитационных сил, ну, скажем так, состояние любой материи. Но с другой стороны, по теоретическим расчетам, и время останавливается, или замедляется очень сильно. Чем глубже падаешь, тем медленнее течет время. Заглянуть внутрь черной дыры невозможно. Ее гравитация настолько сильна, что вылететь обратно не могут ни свет, ни радиоволны. Но по процессам, которые происходят на границе черной дыры, можно точно сказать, что происходит внутри. Ради этой цели ученые физического института имени Лебедева сейчас работают над самым масштабным проектом в истории радиоастрономии. Встречается не только, что гигантские черные дыры, вот эти вот воронки, откуда нет выхода, куда материя проваливается, энергия, а более мелкие черные дыры, которые блуждают по нашей Вселенной, может быть, даже по нашей галактике, и уничтожают все, что им попадается на пути. Ну, добавлю, что кроме того, что, значит, определено, что в центре нашей галактики большая черная дыра есть, точно уже наблюдательным образом определено, что в центре соседней галактики, М-87, расположена тоже такая черная дыра. Это кадры уникального эксперимента. Раскрытие каркаса будущего, самого крупного и чувствительного космического телескопа. Миллиметрон. Он будет начинен суперчувствительной аппаратурой и выведен на высоту в полтора миллиона километров от Земли. Там он раскроет свою 10-ти метровую антенну и приступит к наблюдениям. Сложность подобных астрономических наблюдений в том, что нужно создавать очень чувствительные приборы. Приборы, которые слушают Вселенную, сами не внося никаких погрешностей в это наблюдение. К примеру, антенна, которая должна так или иначе воспринимать сигналы очень дальнего космоса, не должна нагреваться. Оказывается, что если эта антенна просто находится в Солнечной системе и Солнышко ее, так сказать, греет, внутри возникают шумы, которые могут микровибрации, микрочастотные, так сказать, какие-то сигналы из дальних миров просто заглушать. Между двумя телескопами, один из которых на Земле, а другой в космосе, образуется радиоантенна размером в полтора миллиона километров. Это позволит заглянуть вдаль на миллиарды световых лет. По сути, ученые создают невероятную машину времени и смогут увидеть процессы, которые происходили еще во времена зарождения нашей Вселенной. Режим интерферометра позволит заглянуть подальше во времени, в прошлое. То есть исследовать объекты более старые, вплоть до объектов, которые имеют возраст порядка 10 миллиардов лет. Такие исследования могут создать предпосылки для путешествий не только в пространстве, но и во времени. Правда, физики подсчитали, что потребуется энергия, сравнимая с энергией Солнца. На Земле ее быть не может. Но не так давно были открыты квазары, зарождающиеся звезды, энергия которых значительно превосходит все, что может себе представить человек. Квазары, они по энергиям частиц, которые там возникают, на много-много-много миллионов раз превосходят большой адронный коллайдер. То есть никакого даже надежды, что человечество в ближайшие, скажем, какие-то годы или десятилетия, или в принципе вот в перспективе в ближайшее время сможет что-то до таких энергий частиц разогнать, нету. Ну, невозможно. Поэтому квазары в этом плане и черные дыры, эти объекты, где высвобождается очень много энергии, они огромные, огромные. И огромные объемы энергии высвобождаются оттуда. То есть по сравнению с Солнцем, это в тысячи и тысячи раз больше зачастую. И там возникает совершенно новая физика. Возможно, такую физику использовали мифические боги, чтобы попасть в наш мир. Расставить по своим местам планеты, создать условия для жизни и контролировать свой великий эксперимент. Может быть, именно боги подкидывают нам загадки в виде НЛО, хрономиражей и других аномальных явлений. В научном мире эта версия происхождения человека получила название «гипотеза заповедника». Сегодня с помощью точных математических расчетов доказано, что шансов на зарождение жизни на любой планете без вмешательства извне практически нет. Ну, тут тоже каждому свое. Ближе, что, конечно, кто-то из более развитой цивилизации завез сюда жизнь, да, поставил некий эксперимент, и теперь наблюдает нас за всем этим. Потому что обезьяна, конечно, не очень хороший прародитель, да, и кому-то это явно не нравится. Поэтому я так думаю, что каждый склонен выбирать сам, что ему ближе, инопланетяне или обезьяна. Это вовсе не фантазии, а научно обоснованный факт, что некая древняя и высокоразвитая цивилизация создала условия для жизни и развития человечества, дала инструкции и законы в форме древних писаний и теперь наблюдает за прохождением эксперимента. При этом строго ограничивает наши знания в области космоса и устройства Вселенной. Вдруг ни с того ни с сего начинают отказываться от этих, так сказать, идей своих, без объяснения причин, становятся в некотором смысле отшельниками, отдаляются от общественной какой-то жизни и так далее. То есть на них оказывается некое какое-то психологическое влияние тем-то или чем-то. В других случаях это известный, так сказать, эффект так называемых списков Шелдона, когда физики, биологи, космологи, да просто какие-нибудь инженеры-двигателисты, работающие в какой-то перспективном направлении, вот вдруг погибать начинают при странных обстоятельствах и при каких-то невыясненных свойствах этих трагических, так сказать, событий. Ну, примеров не буду приводить, но сам факт вот этого налицо. В 1987 году британская полиция расследовала целую череду загадочных смертей ученых. Началось все с того, что на обочине дороги в своей машине был найден мертвым профессор Аршад Шариф. Газеты написали о самоубийстве, не уточнив, зачем профессор Шариф перед смертью проехал 100 километров от своего дома в Лондоне до Бристоля. Известный американский писатель Сидни Шелдон провел собственное расследование и выяснил, с января по май 1987 года погибли 23 английских специалиста, занимавшихся разработкой звездного оружия. Треть из них попала в автокатастрофы, шестеро покончили с собой, остальные стали жертвами несчастных случаев. В итоге английская программа «Звездных войн» была свернута навсегда. Волна таких смертей, когда люди начали подходить к тому, что действительно помещает человека в сильное электромагнитное поле, с ним происходят различные, скажем, феномены, которые позволяют человеку воспринимать информацию на другом уровне. Фактически мы переходим на другой эффект познания нашего мира. И вдруг начинают происходить загадочные смерти. Один ученый, который занимался, кстати, такими экспериментами, погиб по автокатастрофе, другой выбросился из окна, третьего убили. И вот такая череда смертей в США и в России буквально за год порядка 20 ученых погибло вот таким непонятным образом. Статистика космических неудач – еще одно доказательство того, что Земля является инопланетным заповедником. Есть такая легенда, ну, легенда, не легенда, каждый сам решит для себя, что есть такая цивилизация, которая называется Ятуны. Родина цивилизации Марс. И вот эти Ятуны, прилетев на Землю, создали атлантов, как искусственную расу. И на каком-то этапе следили за развитием атлантов. И когда атланты развились чересчур сильно и перестали подчиняться, вот как раз произошла и та война, последствием которой погибла Атлантида и погиб Марс. То есть, возможно, корень есть и там. Остается только найти хотя бы какие-то источники из Атлантиды. Из почти двух десятков исследовательских станций, которые Советский Союз отправил к Марсу и его спутнику Фобосу, передать на Землю полезные данные сумели лишь пять. Первые девять аппаратов по разным причинам не смогли выйти даже на траекторию полета к Марсу. В 1971 году аппарат «Марс-2» долетел до цели. Но по непонятным причинам разбился о поверхность планеты. «Марс-3» сел благополучно и даже начал передавать панораму поверхности. Но на 14-й секунде был закопан внезапно налетевший пылевой бурей. На каждой планете, которой посылается какой-то спутник, там есть база каких-нибудь инопланетян. На одной базе, так сказать, на одной планете инопланетяне добрые, на второй злые. Поэтому или куда-то еще не надо попадать, еще рано, рано это видеть или тому подобное. Или, может быть, просто банально ученые чего-то не смогли учесть именно по физическим, химическим свойствам атмосферы той планеты, куда это все отправляется. Гибель на орбите Марса космического аппарата «Фобос-2» стала самой большой загадкой. Его главной целью был не сам Марс, а его спутник «Фобос». Еще в 1959 году советский астрофизик Иосиф Шкловский изучил орбиту этого планетоида и подсчитал, что его плотность всего в два раза выше, чем у воды. Такое может быть только в одном случае, если «Фобос» — внутриполый. То есть это не естественный, а искусственный спутник Марса. Космический аппарат «Фобос-2» был призван проверить эту гипотезу, но не успел. 27 марта 1989 года он передал фотографии, после чего внезапно стал вращаться вокруг своей оси. Газета «Известия» тогда писала, что в поисках неисправности ученые просмотрели заново все снимки и на одном из них обнаружили неопознанный летающий объект значительного размера, в форме огромного веретена. Немало сенсационных кадров сделано американскими марсоходами. Недавно камера марсохода «Кьюриосити» сняла взлет с поверхности Марса некоего объекта. За ним виден явный инверсионный след от работающих двигателей. Аналогичный аппарат в 2004-м попал в кадр марсохода «Спирит». На этой фотографии заснят настоящий летательный аппарат, потерпевший крушение и наполовину ушедший в грунт. Причем сенсация была даже не в том, что они сфотографировали некий аппарат, а в том, что за 15 лет до этого на том же самом месте была сделана фотография, на которой нет этого аппарата. Вот такое впечатление, что катастрофа произошла в промежутке 10 лет. Сами роверы периодически снимают непонятные объекты, которые попадают в поле зрения камер. Буквально несколько лет назад весь мир облетела фотография, которая нас так и не прокомментировала, кстати. Не сделала ни заявления, ни опровержений, когда в объектив камеры попал круглый шарообразный объект. Причем видно, что это явно какой-то аппарат, а не, скажем так, печать пальца на объективе. Какая-то деятельность действительно на Марсе постоянно происходит, но про нее почему-то никто ничего не объясняет. Чем больше информации приходят от марсианских исследовательских аппаратов, тем больше уверенность ученых. Некогда на Марсе были все условия для существования жизни. Более того, жизнь на Земле и на Марсе могла зародиться примерно в одно и то же время. В те времена эти две планеты были похожи, как близнецы-братья. Но сегодня они совсем не похожи. В отличие от голубой Земли, Марс красного цвета. Он покрыт ржавчиной, которая образовалась при контакте марсианских пород с водой и плотной кислородной атмосферой. А известно, что кислород может появиться на планете, если там есть жизнь. Считается, что кислород на Земле появился в результате деятельности первичных сине-зеленых одноклеточных водорослей. И сейчас зеленое покрытие планеты дает массу кислорода. В других местах Вселенной, на других планетах мы такого не наблюдаем, потому что для этого нужны зеленые растения и одноклеточные водоросли. С появлением реликтовых лесов количество кислорода в атмосфере увеличилось в миллионы раз. В итоге возникла еще более сложная жизнь. Рыбы, птицы, млекопитающие, а потом и люди. Только присутствием на красной планете цивилизации можно объяснить вот эти фотографии. На них явно просматриваются развалины архитектурных сооружений. Ну, вопрос о наличии жизни не только на Земле, мне кажется, уже ни у кого не вызывает сомнений. Даже на примере, сравнительно близкое от нас, так сказать, планета Марса. Очевидно, уже приборно, зафиксировано, в частности, вот в области Сидуния целый комплекс пирамидальных сооружений, расположение элементов которого, пропорции между ними и так далее, полностью соответствует, например, комплексу пирамид в Гизе, в Египте. Да, египетские пирамиды поменьше, чем, так сказать, на Марсе, но там и сила протяжения другая. Но направление на стороны света, количество там граней, пропорции в расстояниях между этими, так сказать, пирамидами. Вряд ли можно представить, что сами собой возникли на Марсе и вот такие крепостные стены. Чёткие линии и симметрия говорят о рукотворном происхождении объектов. Большое недоумение у исследователей вызывают и эти огромные кольчатые образования. Полупрозрачные трубы диаметром до 18 метров уложены в углубление под слоем почвы. Трубопроводы имеют арочные опоры белого цвета, установленные на одинаковом расстоянии друг от друга. Ведь началось всё с каких-то фигурок на поверхности Марса, ну, вроде бы, лежит там скелет, там, ящерицы, тут вроде ботинок какой-то. Всё это воспринималось как, ну, некие фейки, некие хихи такие, всё. Вот, ну, другие снимки уже, так сказать, более крупного масштаба открыли эти вот стеклянные червей на поверхности Марса, такие туннели большие или так называемую станцию железной дороги, когда там пунктирные линии на этом Марсе, значит, вот есть. То есть совершенно системные, так сказать, образования, которые уже значительно более крупного масштаба, нежели вот там какие-то отдельные фигурки на поверхности. Современные марсоходы сделали немало снимков рукотворных объектов, но не обнаружили на поверхности Марса никаких признаков биологической жизни. Это заставляет предположить, что цивилизация Марса была уничтожена. Произошла планетарная катастрофа. Марс столкнулся с астероидом размером с половину нашей Луны. И этот факт не вызывает у учёных никаких сомнений. Доказательством служит гигантский кратер Эллада в южном полушарии планеты. Кратер Эллада имеет 8 километров глубины и около 4 в диаметре. Значит, это совершенно уникальный кратер. Глубина Эллады примерно равна высоте самой высокой земной горы — Эвереста. Диаметр кратера — это расстояние от Москвы до Новосибирска. Учёный обратил внимание — ровно напротив кратера Эллада в северном полушарии Марса возвышается вулкан Олимпус. Его высота — 27 километров. Учёные рассчитали компьютерную модель столкновения Марса с астероидом. Сначала на горизонте появился небольшой светящийся объект. Вскоре свет от него стал ярче Солнца. После этого в небе раздался ужасающий грохот. Чёрные глыбы массой в сотни миллионов тонн обрушились на планету. От страшных ударов поверхность Марса раскалилась. Океаны закипели. Кислород вступил в реакцию с брызгами металла. Атмосфера превратилась в плазму и была сброшена в космос. А из недр планеты поднялись десятки вулканов. После их извержения на Марс обрушились кислотные дожди, которые привели к формированию многочисленных рек, в которых текла серная кислота. От поднятой пыли планета на несколько лет погрузилась во тьму. Температура понизилась до минус 130 градусов. Когда пыль осела, не осталось даже признаков жизни. Почему же погиб Марс? Нелепая трагическая случайность в виде огромного астероида или, может, эксперимент с разведением жизни на этой планете был признан неудачным? А вдруг мы тоже не оправдаем надежд наших создателей? В ночь на 12 октября 1928 года норвежский радиоинженер Карл Штермер принимал сообщения из Голландии. Ученый обратил внимание, каждый сигнал приходит дважды. Первый раз мгновенно, второй — через несколько секунд. Есть такое предположение, что существуют спутники, которые не земного происхождения, которые могут являться ретрансляторами этого радиоэха. Поэтому гипотез очень много о подтвержденных данных. Это интерес именно к тем высотам, которые выше 80 километров, где происходит вот это радиоотражение, которое по непонятным причинам может искажать вот эти радиосигналы. И, как бы сказать, физика их немножко отличается от тех, которые мы привычно изучаем с вами в учебниках. Казалось, некий ретранслятор в космосе принимал сигнал и возвращал его на Землю. Космическое эхо запаздывало от 3 до 15 секунд. Измерив промежутки между основными и повторными сигналами, Штермер записал ряд чисел. Во время Великой Отечественной войны явление радиоэха описывали многие радисты и даже окрестили это явление голосом из-за угла. После переключения радиостанций на прием, они через некоторое время ловили собственную передачу. В 1960 году в американской прессе появилось сообщение о неопознанных летающих объектах. Тогда ученый Рональд Брейсвилл связал НЛО и радиоэха. Он предположил, что инопланетный контакт может быть установлен при помощи некоего космического ретранслятора. Такой зонд, который нельзя сразу даже обнаружить, вот, в 50-е, в 60-е годы 20-го века, вроде бы даже фиксировался на орбите вокруг Земли. И предложил, так сказать, в общем-то, такую рассмотреть вероятность, что он там есть, и приложил к этому усилия большие. Астроном Брейсвилл, вот это-то и назвали, так сказать, такой гипотетический аппарат, что ли, гипотетическую станцию, зондом Брейсвилла. А сам он пошутил, кстати говоря, сказав примерно так, что я-то знаю и думаю, и знаю, что он уже есть вокруг Земли. Предположение Брейсвилла подтвердилось в 1972 году. Шотландский радиоастроном Дункан Лунен обнаружил в научных архивах ряды чисел, записанные радиоинженером Штермером в 1928-м. Он расположил цифры в системе координат и получил чёткое изображение созвездия Велопасса. В центре схемы оказалась звезда Эпсилон. Своё открытие Лунен опубликовал в английском научном журнале Space Flight. Вот как выглядит расшифровка послания гостей из дальнего космоса. Наш дом — звезда Эпсилон в созвездии Велопасса. Мы живём на шестой планете из семи. Наша шестая планета имеет один спутник. Наш корабль находится на орбите вашего спутника. Время событий определяет позиция звезды Арктур. На чертежах Луна на звезда Арктур оказалась сдвинута на 7 градусов. Астроном подсчитал, такое положение она занимала 13 тысяч лет назад. Многие подтверждают о том, что в пророчествах и в основных книгах жизни прописаны именно предшественники апокалипсиса. Это появление неких, будем говорить, неземных цивилизаций, неизвестных летающих объектов и аппаратов. И, ну, как бы сказать, предвестники в том числе и выступления наших, допустим, братьев-католиков, христиан, о том, что апокалипсис не за горами, да, и предвестники все на сегодняшний день проявляются. Опубликованное Луна нам послание оказалось единственной расшифровкой радиоэха. К 70-м годам прошлого века радиоэфир Земли был забит настолько, что расслышать в нем какие-либо послания было уже невозможно. Однако в том, что некий аппарат инопланетян собирает и анализирует информацию, многие ученые не сомневаются. Вероятнее всего, он находится на Луне. Вот только раскрыть себя создатели Солнечной системы пока не торопятся. Сложность-то уже начинается буквально в шестое-седьмое поколение, уже не найти истоков, понимаете, появляются какие-то там турецкие принцессы и все остальное. Вот, поэтому сложно сказать, что было раньше, но с точки зрения вот изучения вот этого хронологического периода, ну, как вы правильно сказали, если говорить о 10 тысячах лет, да, то есть, или там хотя бы 6 тысяч, ну, это 400-500 поколений. Это же мизер по большому счету. Вот, мы должны, по идее, свою историю знать. Когда-нибудь человечество вырастет до невероятных научных высот, сможет использовать энергию квазаров, далеких звезд, черных дыр так же легко, как сейчас используют энергию электричества. Мы создадим кротовые норы и будем путешествовать в самые отдаленные участки Вселенной. И вполне возможно, выберем подходящую планету и устроим на ней собственный заповедник. И станем наблюдать. Ведь к тому времени человечество уже забудет, как это, делать первые шаги в такое манящее пространство звезд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова